Биткоин вот-вот переживет шортсквиз, и это происходит в тот момент, когда все вокруг обсуждают лишь эту новую напасть МПОКС. Многих из вас этот август разочаровал, ведь биткоин пережил свою первую 33% коррекцию в этом цикле, и это самая крупная коррекция на данный момент. До этого было две коррекции на 20%. Самое интересное, что на этом фоне индекс доллара достиг самых минимальных значений в 2024 году, а золото наоборот достигло новых исторических максимумов. Но биткоин при этом просто топчется на месте. Почему? Потому что у нас было множество продавцов. Германия, США, MTGOX, Grayscale, Genesis и так далее. Индекс страха и жадности до сих пор находится на уровне страха. Я всегда говорю, что когда этот индекс падает ниже 25, самое время покупать, усреднять свою позицию по доллару, докупить еще биткоинов. Но сегодня мы рассмотрим еще кучу сигналов на покупку, кроме этого. Но прежде чем мы к ним перейдем, не забудьте передать за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайккоин. Передали? Большое спасибо за поддержку. Это я, когда просыпаюсь и вижу биткоин за 58 тысяч долларов в сотый раз. Да, и это расстраивает. Но, когда люди больше всего расстроены, когда люди больше всего боятся, когда люди капитулируют от усталости и нетерпения, это самый лучший знак в мире. Деривативы на биткоин сигнализируют о серьезном риске предстоящего взрывного ралли, вызванного шортсквизом. По данным К33 Research, фандинг по биткоин фьючерсам достиг самого низкого уровня с марта 2023 года. Что такое фандинг? Фандинг – это инструмент, который используется на рынках фьючерсов для поддержания цены фьючерсов вблизи цены базового актива, то есть биткоина в нашем случае. Что было в марте 2023? Банкротство американских банков, таких как Silicon Valley Bank, которые напугали инвесторов. Люди задавали вопросы, как вывести свои деньги из этих банков и как перевести их в биткоин. Естественно, цена биткоина после этого выросла. Silicon Valley Bank закрылся 10 марта 2023 года. И вы не должны быть удивлены, что именно 10 марта 2023 биткоин и начал расти с 19 тысяч долларов до 31 тысячи долларов. Это не совпадение уж точно. Но самая главная история здесь – это ставки финансирования по бессрочным свопам, которые достигли самого низкого уровня с марта 2023 года, в то время как открытый интерес наоборот резко вырос. Это говорит нам о том, что шортисты сейчас очень сильно бушуют. И это структурно создает условия для шорт-сквиза, когда все эти шорт-позиции будут ликвидированы. Шорт-сквиз – это быстрое повышение цены из-за ликвидации коротких продаж. Как мы видим на этом графике, такая ситуация на рынке складывается достаточно редко. И именно поэтому такое сочетание всегда выглядит вкусно, когда ставки финансирования негативные, а открытый интерес высокий. Давайте посмотрим, как это выглядит на графиках. Сфокусируйте свое внимание на нижней части графика, где мы видим красные провалы. Именно там мы сейчас и находимся, вот здесь. У нас были похожие периоды, например, в 2023 году, вот здесь. Долительное время ставки финансирования были негативными. И вот здесь в апреле 2020 года мы видим то же самое. И вот здесь летом 2021 года, хоть и непродолжительное время, но мы тоже это видели. Посмотрите, что было с ценой биткоина в эти периоды, когда ставки финансирования достигали негативной территории. Мы видим, что цена биткоина в это время обычно достигала своего дна. Сейчас, как мы видим, ставки финансирования тоже отрицательные. И это исторически самое время для накопления. Каждый раз, когда вы видите отрицательные ставки финансирования на булране, это хороший момент для долларового усреднения по биткоину. Но это не гарантировано, поэтому это не финансовый совет. А если на этом фоне еще и индекс страха и жадности ниже 25, то момент прямо ну очень вкусный. Но кроме этого, принятие спотовых биткоин ETF происходит самыми быстрыми темпами в истории, говорит управляющий активами Bitwise. Он был первым, кто начал создавать эти ETF, и он говорит, что их принимают самыми быстрыми темпами в истории ETF. Институты заходят сюда и заходят масштабно. Да, часть июля и августа люди провели в подавленном состоянии. Но этот факт отрицать нельзя. Как только давление продавцов вроде MTGOX будет завершено, это обязательно сыграет свою роль. Но даже сейчас биткоин поглощает всех этих черных лебедей, практически их не замечая. Германия продала 50 тысяч биткоинов, правительство США 10 тысяч, MTGOX 95 тысяч биткоинов, Celsius, Gemini, Genesis, другие раздают биткоин кредиторам в рамках банкротства. И рынок все это проглотил. И биткоин все еще выше 60 тысяч долларов. На самом деле это даже пугает. Все эти биткоины сметаются со стола, как пирожки. Идет постепенное накопление. Рано или поздно это закончится большим взрывом. Показательно то, что MTGOX сегодня перевела самую большую сумму с 30 июля в биткоинах на 700 миллионов долларов. И если раньше от этого цена биткоина падала, то сейчас он не просто ее не заметил. Он даже вырос с 58 тысяч до 61 тысячи долларов. И это признак не только наличия ликвидности, но и зрелости. И ликвидности, и зрелости сейчас хватит для того, чтобы биткоин выдержал еще один большой удар. Как минимум один. Майкл Сейлор сказал у себя в твиттере, «Вы потратите 40 тысяч часов своей жизни на то, чтобы заработать деньги. Стоит потратить 100 часов и на то, чтобы понять, как их сохранить». Но он немного неверно здесь подсчитал. Обычно человек тратит примерно 1820 часов в год на работу. И если он работает 45 лет, то он потратит 81 900 часов на работу. Однако, если вы потратите 100 часов на изучение биткоина, то это всего лишь одна тысячная процента от вашего рабочего времени. Эта доля вашего времени хоть и небольшая, но очень-очень важная. Но люди так заняты. У них нет времени подумать о своих финансах и будущем. Они застревают в этом колесе хомяка. Поэтому они не экономят должным образом. Не готовятся к черным дням или экстренной медицинской помощи. Вот почему я снимаю эти видео. Я хочу, чтобы больше людей поняли, что покинуть эти крысиные бега сегодня возможно. Вы скажете, «Да у меня после всех месячных расходов остается 10, 20, 40 долларов». Поверьте, это очень немалые деньги. Люди недооценивают накопительный эффект. Каждой капли, которую вы добавляете в это ведро. Я решил проверить, как это работает и 3 месяца покупал биткоин на малые суммы, которые оставались от 2000 долларов, которые я тратил за этот месяц. Мне удалось накопить почти 750 долларов в биткоине за это время. Маленькие шаги помогают достигать целей. Маленькие шаги выводят вас из тупика и наполняют жизнь смыслом. В конце концов, маленькие шаги ведут к большим переменам. Хоть по пути это совсем и незаметно. Майкл Сейлор пишет, «По моим расчетам биткоин будет расти вечно». Что ж, пока существует фиатная система, скорее всего, так оно и будет. Так как покупательная способность доллара, как ты видишь, только и падает. При этом денежная масса доллара только растет. Покупательная способность любой фиатной валюты на длинной дистанции стремится к нулю. А рост денежной массы любой фиатной валюты не имеет потолка. Вот почему биткоин практически не ограничен в своем росте по отношению к этим фиатным валютам. Это важно подчеркнуть. Поставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вам нравится контент про криптовалюту, биткоин, финансы и экономику. Все это на этом канале. А это всем известный план Б, который изобрел модель Stock-to-Flow Ratio для биткоина. Обратите внимание, после достижения дна в каждом цикле биткоин рос на 4 икса. После достижения дна в 2023 году вот здесь он уже вырос на 4 икса. Так же было и в прошлых циклах. После достижения дна вот здесь мы выросли на 4 икса. После достижения дна вот здесь мы тоже дали 4 икса. Почему это интересно? Потому что, во-первых, даже после 4 иксов, когда биткоин вырос с 15 тысяч долларов в 2023 году до 60 тысяч долларов сегодня, люди все равно разочарованы. А во-вторых, посмотрите, что было в прошлых циклах после того, как мы достигли этой отметки в 4 икса после достижения дна. Биткоин снова рос. Так в цикле 2015-2017 биткоин после того, как уже дал 4 икса после достижения дна вырос еще в 10 раз. В следующем цикле еще в 7 раз. И сейчас мы находимся в начале экспоненциального периода и уже сделали 4 икса после достижения дна. Что будет дальше? Простые математические расчеты. В первом цикле 10 иксов. Во втором цикле 7 иксов, то есть минус 3. А значит, в следующем цикле должно быть 7 минус 3 4 икса. 4 икса от 60 тысяч долларов – это 240 тысяч долларов за биткоин. Не финансовый совет, естественно. Но даже половина от этого будет просто потрясающим ростом до 120 тысяч долларов. А этим графиком поделился аналитик из Криптоквант. В последнем цикле биткоина бычье ралли началось в четвертом квартале года. Так как киты стремились не оставить этот квартал скучным, ведь до него они накапливали как сумасшедшие. И сейчас мы видим, что наш текущий цикл остается достаточно ровным с начала этого года, не показывая особого роста или падения. Мы просто движемся в коридоре. Аналитик указал, что это имеет схожести с циклом 2016-2020. Вот что будет, если сравнить эти два цикла в лоб. Тот, который сверху – это наш цикл, тот, который пониже – это цикл 2020-го. В 2020 году был вот этот крах вот здесь, из-за коронавируса, после чего мы восстанавливались. Но в целом, с начала года он тоже оставался достаточно плоским, как и сейчас. А затем, в четвертом квартале года, вот здесь, они резко пошли вверх, как ты видишь. Посмотрим, повторится ли это и в этом цикле. И по силе четвертого квартала этого года мы и сможем получить представление о том, насколько сильным будет 2025 год. Также не забывайте о том, что мы можем оказаться в левостороннем цикле, в котором все происходит раньше и быстрее. И вот еще одно сравнение с 2020 годом. Мы вот здесь наверху, 2020 год вот здесь внизу. Некоторые называют это бычьим флагом. И мы готовы к прорыву из него. Вопрос в том, когда он случится. И как правило, когда это происходит, это происходит очень быстро. Это не дает нам времени для того, чтобы войти в сделку. Так что не стоит сидеть сложа руки, когда эта штука прорвется. Потому что вы упустите всю возможность. Возможность, которую вы ждали 3 года, просто исчезнет. Я лишь надеюсь, что это произойдет как можно позже, чтобы успеть накопить как можно больше. Мне очень понравилась вот эта цитата. Я не думаю, что люди осознают, насколько сложно будет накапливать биткоин во время следующего бычьего рынка. Прямо сейчас покупка биткоина на 1000 долларов даст тебе 0,016 биткоина. При цене в 250 тысяч долларов, покупка на 1000 долларов даст тебе всего лишь 0,004 биткоина. Что гораздо, гораздо меньше. В 4 раза меньше, если быть конкретнее. Ну а пока что у нас все еще есть время для накопления. Ведь биткоин отстает не только от золота. О чем мы уже говорили. А золото чует кризис. Но и от индекса NASDAQ. Биткоин сейчас недооценен по отношению к NASDAQ. И торгуется гораздо ниже ожидаемых уровней. Это видно на этой диаграмме. Здесь вы можете увидеть, что биткоин в настоящее время торгуется значительно ниже той модели, которая учитывает ценовые поведения NASDAQ и биткоина. Здесь она обозначена синей диагональной линией. Вот где мы сейчас торгуемся. Гораздо ниже этой линии. Хотя, кстати говоря, всю историю мы пытались возвращаться к ней. Независимо от того, падали ли ниже или вырастали выше. Мы всегда возвращались к ней. Как будто медом намазано. Это значит, что биткоин недооценен сейчас по отношению к NASDAQ. И остается таким последние 12 месяцев. Это не означает, что эта модель больше не работает. Что биткоин больше не стремится вернуться к этому тренду. Нет. На самом деле, такое расхождение между NASDAQ и биткоином отражает текущую экономическую ситуацию. Наблюдается недостаток денежной массы. Но ситуация меняется. Денежная ликвидность быстро пребывает. А отсутствие обычных макроэкономических факторов, которые обычно движут биткоином и технологическими акциями, и позволило добиться такого отставания биткоина от NASDAQ. Ведь NASDAQ по большей части все это время двигался за счет искусственного интеллекта, который привлек в индекс огромные инвестиции, например, через компанию NVIDIA. Огромный всплеск переживали и другие связанные с искусственным интеллектом акции. Именно это непропорционально раздуло NASDAQ, что и привело к отставанию биткоина. Но догонит ли биткоин NASDAQ? Исторически он всегда пытался вернуться к этой линии тренда. И чтобы к ней вернуться, ему нужно расти. А значит, скорее всего, он догонит NASDAQ. Но это мое личное мнение. Говоря о денежной массе, обратите внимание на этот график. Глобальной денежной массе M2 есть куда расти. И если мы достигнем предыдущих пиков по росту денежной массы M2, я говорю об этом пике, об этом пике и даже об этом пике, мы ниже него сейчас, то цена биткоина должна продолжить расти. На рост денежной массы M2 повлияет и разворот денежно-кредитной политики ФРС США. Уже в сентябре ожидается начало этого события со снижения процентной ставки. Однако мы не раз говорили, что возможно это повлияет на рынки не сразу, а будет некое отставание между самим событием и положительной реакцией на него. Например, около года. Как только глобальная денежная масса прорвет вот этот уровень сопротивления, закрепится выше него и полетит вверх, цена биткоина сойдет с ума. Но это еще не все. Очень важно следить за потоком капитала. Он внизу, цена биткоина сверху. Он снова становится положительным, зазеленел выше нулевого уровня. У нас был небольшой красный язык вот здесь, когда мы упали ниже нулевого уровня. Это падение потока капитала, которое было едва заметно на графике. Оно было вызвано продажами всех этих крупных игроков, о которых мы уже говорили. Германия, MTGOX, GENESIS и так далее. Но сейчас, как ты видишь, поток капитала в криптовалютный рынок снова зазеленел. Это значит, что покупатели все-таки превышают способности продавцов. Пока что. Также хорошая новость от Glassnode. Здесь мы видим, что количество долгосрочных холдеров начинает расти. Вот здесь и здесь. Мы также видим это и на этом графике. Вот этот рост. Синий график это долгосрочные холдеры, черный график это цена биткоина. И мы видим, что на этой стагнации цены они начали жестко накапливать монеты. Это значит, что долгосрочные держатели накапливают биткоины, переводят их на холодные кошельки, собираются их там держать. Это тоже добавляет огня в тот шорт-сквиз, который может произойти рано или поздно. Для этого мы видим все структурные изменения. Биткоин рухнул с 74 тысяч долларов до 60 тысяч долларов. Вот что видит обычный обыватель и вот что его пугает. Но меня это наоборот вдохновляет. Ведь я вижу то, что вы видите сейчас на своих экранах. Здесь четыре различных цикла биткоина. На тот цикл, в котором мы сейчас находимся, указывает стрелка. Он выше всех. Вот он. Если история повторится, впереди нас ожидает очень большой взрыв. Но что мы все про историю? Давайте поговорим про будущее биткоина. Будущее доллара и остальных фиатных валют уже известно. Оно запрограммировано в самой природе бумажной валюты. Бесконечное предложение, инфляция и вечное обесценивание. Но обрати внимание на инфляцию биткоина и эфириума на данный момент. У биткоина немного больше 0,8% против 0,7% у эфириума. А теперь посмотрите на спотовые биткоины ETF. Сколько они высасывают предложения биткоинов из рынка на данный момент. На основе последних 14 дней было спрогнозировано, что текущие темпы поглощения предложения биткоина спотовыми ETF'ами составляют 0,41% от всего доступного предложения монет. Нужно отметить, что последние две недели для спотовых биткоин ETF'ов были одними из худших. Так что эта цифра еще точно вырастет. Таким образом, инфляция биткоина составит уже 0,8-0,4%. И если добавить к этому то, что кто-то теряет свои монеты и кошельки, мы получим дефляцию биткоина, что сократит и так уже скудное предложение монет на бирже. Биткоин будет становиться очень редким и оттого очень ценным. Как мы уже говорили в этом видео, мало кто понимает, насколько трудно будет накапливать даже доли биткоина в будущем. Спасибо за просмотр, спасибо за то, что вы остаетесь со мной, мне от этого очень тепло. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok